Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Идеме и Признаме, и Веков, Аминь. Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Архипастырь», Ведущий священник Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях епископ Галичский и Макарьевский Алексий. Владыка, благословите нас на начало, пожалуйста. Боже благословение. Всех приветствую вас. И рад, что нахожусь сегодня в этой студии. Благодарю вас за ваше приглашение и прием. Спасибо, Господи, Владыка. Позвольте я озвучу тему нашей сегодняшней программы. Дорогие друзья, наша тема сегодня звучит так. «Монашество, как в древности. Возможно ли?» Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Владыка, тема выбрана не случайно. Она сформулирована на основе каких-то таких жизненных вех, как мне показалось, вашего служения. Расскажите, пожалуйста, немножко о том, как вы сформировались. Ведь мы, Владык, смотрим часто издалека. Хочется иногда понять, какие шаги привели человека к такому высокому архипастерскому служению. Ну, во-первых, в эпиграфе, вступительном слове, которое вы произнесли, оно прозвучало очень интересно. Современное монашество, возможно, древнее. Вы знаете, это очень много разговоров по этому поводу ведутся. Но вот меня все время-то удивляет. Почему-то мы все время смотрим куда-то. Но человек живет здесь и сейчас. Человек живет сегодня. Он не когда-то живет. Вот почему-то люди иногда, мне кажется, что вот большинство не то, что не читали Евангелие, а не вдумывает слова евангельские. Ведь Бог, Он вне времени, вне места и вне пространства. Бог, Он всегда, Он везде. Но мы всегда живем в настоящее время. Вот то, что мы с вами говорили, тоже в прошлом. Это история. Мы можем уже учиться на этом. Даже на той фразе, которую я произнес или вы сказали. То есть тогда мы воспринимаем мир совсем иначе. И вот говорить, вот древнее монашество возможно. Ну, в каком мы понимании? То есть монашество 14 века поместить в сегодняшнее время – это невозможно. Вы понимаете, человек по-другому живет. Другие бактерии, другие болезни, другой вектор отношений между собой. То есть, ну, человек всегда соделает свое спасение в том времени, в котором Господь судил ему жить. Вот ваш, как я сформировался? Да я еще не сформировался, я формируюсь. Если я скажу, что да, вы знаете, я сформировался вот тогда-то, на том-то, вы простите, я, значит, уже ограничу промысел Божий в себе? Значит, это уже мое спасение соделалось? Ну, знаете, как-то тогда что-то с моей душой не то, или с моей психикой, значит, я повредился. Нет, человек формируется. Вот даже сейчас мы с вами общаемся, будут какие-то звонки, мы с вами формируемся. Это постоянно человек развивается. В каком направлении развивается, какая цель его жизни, это уже каждый может дать ответ сам. Или же дадут ответ его близкие. Или же те, кто входит в взаимоотношения с этим человеком. Формирование. Человек формируется постоянно. Это от встречи зависит. Кто по жизни встретился. Можно начать говорить, что да, я сформировался в детстве. Вероятно. Может быть, я сформировался в университете. Возможно. Может быть, я начал формироваться, или формируюсь на Валааме, или на Святой Земле. Я считаю, всегда формируется человек. Каждая встреча для меня – это что-то очень такое жизнеутверждающее. Я задаю себе вопрос. Зачем я сижу сейчас с вами здесь? Почему я смотрю на вас? Вот мы перед этим с вами говорили, спросил про вашу семью, спросил про вашу жену, про детей. Почему? Я хочу знать вас. Я хочу выяснить для себя. Ну, почему Господь не послал монаху стать священником, епископом? Ну, почему я сегодня сижу в этой студии? Наверное, для чего-то промысел Божий. То есть, всегда воспринимать его. Воспринимать как неданность, а как дар. Вот Господь не послал. Даровал сегодня встречу с вами. Встречу с каким-то человеком. Для человека, который сегодня смотрит эту программу, для него будет встреча или с архиереем, или встреча с монашеством. Формирование. Наверное, вот, знаете, я вспоминаю вопрос, который мне задали с известной такой всему миру студии BBC. Они снимали фильм о Палестине, задали вопрос. Ну, и потом мой ответ они поместили совсем по-другому в этот фильм. Они спросили, самая важная встреча ваша в жизни? Мой ответ был сейчас. Она всегда самая важная. А вот, если вспоминать такое тросерпективы, что в детстве, наверное, знаете, это встреча с тем монашеством, которое мне нравится, которое мне душу греет, и к которому я устремляюсь. Я вспоминаю матушку Ольгу, матушку Татьяну. Их беседы друг с другом. Эта беседа очень отличается. Вот сегодня, если бы мы услышали, мы бы удивились. Как одна другой, они поссорились одна с другой, говорит, матушка, родненькая, желаю тебе, чтобы у тебя не было ни скорбей, ни болезней, чтобы ты всегда пребывала в благодарности и в радости. В ответ эта матушка делала земной поклон. Говорит, матушка, прости меня, окаянно, что же я сделала? А если у меня не будет скорби, как же я спасусь? А не будет болезней. Я же тогда не буду благодарить Господа. И продолжение беседы было. Вот реакция человека на все то, что происходит. И потом, когда я уже читал книгу Ива, мне стало понятно, почему страдает праведник. И тогда понятно, почему мученичество, почему пророческое служение, почему апостольское, учительное. Тогда понятна фраза, когда Господь находится в пустыне и подходит к нему. Мы знаем, кто. И искушает его. А он говорит. Один из переводов. Кому он говорит? Иди за мной. Первая фраза, в которой он говорит Денице, лукавому сатане, он говорит, иди за мной. И затем, когда искушение завершается, Господь говорит, отойди от меня. Но ведь вначале иди за мной. Или когда Господь является на Иордане. Ведь мы с вами упускаем самую первую фразу, которую он обращает к ученикам. Они спрашивают, учитель, где ты живешь? Ведь все было явление. Господь сказал, кто? Бог Отец явил, кто это? Сей есть сын мой возлюбленный. Мы знаем все эти фразы. Но первая-то фраза, которая обращена к ученикам. Пойдите и посмотрите. От встречи к следованию. И вот, наверное, формирование – это и есть следование. И затем встреча, можно сказать, со старцами, с отцами, с отцом Георгием, с отцом Иоанном, с отцом Пателимоном, с отцом Павловым, с отцом Федором, с матушкой Татьяной, с матушкой Марией. Можно перечислять. Но это постоянно, это и есть формирование. Или встреча с владыкой Панкратия. Когда я, вопреки своему желанию, но ответил на слово владыки Иоанна, его наставление, и на слово отца Иоанна Крестьянкина, я все-таки позвонил на питерское подворье. И неожиданно для меня поднял трубку будущей владыкой Панкратии. Вот эта встреча. И мое формирование на Воламе же пошло по-другому. На мойке с трудником Вячеславом, с которым он до сих пор поддерживает отношения. С послушником, тогда еще кафтанником Сереги, который сейчас отец Савва. И многие другие встречи. Это ведь все формирование человека происходит. Или встреча с отцом Власи, но уже с другим. Не с тем, которого мы знаем, а с тем, которого я узнал, который мне открылся. Или с отцом Василием Ермаковым. Это постоянно формирование. И поэтому сказать, что я сформировался, я не могу. Вот вы простите меня. Владыка, ну, наверное, можно выделить какие-то элементы в себе. В себе выделить какие-то элементы, да? В себе. Вот есть светское образование, которое как-то что-то заложило в вас. Есть эпоха пребывания на Воламе. Есть эпоха пребывания в Палестине. Есть сейчас уже ваше служение. Ведь это все каким-то образом смешалось в какой-то раствор, какой-то такой состав. Конечно. Ведь человек, он сотворен по образу подобия Божия. Мне не это вам говорить. И вот поэтому мы многочастны, многообразны в меньшей степени. Мы воспринимаем каждого человека, с которым мы общаемся. Десять лет назад для меня был важен один мой педагог в университете. Встреча с отцами была одна. А двадцать лет назад другая. Сейчас совсем иная ситуация. Допустим, в последнее время очень часто из профессоров я вспоминаю Александра Сергеевича Татаринцева, это светские, Всеволодимировича Некрасова, Ли Васильевна Ладюхина. Вспоминаю преподавателя микробиологии и многих других профессоров. Но также вспоминаю и преподавателей Сяд Тихонского. Также вспоминаю преподавателей и в семинаре. Вспоминаю преподавателей иных, которых Господь мне посылал. На Валааме я вспоминаю встречи даже с послушниками, с трудниками, с паломниками, эти беседы. Вспоминаю нашу жизнь. Да, это каждый день. Это, знаете, как вот, когда человек занимается научным исследованием, он составляет историографию. Он должен это делать. То есть вот проблематика вопроса. То же самое и в жизни человека. То есть он постоянно соотносится с той проблематикой, которая у него возникала. Сегодняшняя. Ведь каждый день мы решаем какую-то проблему, которую Господь нам посылает. И вот это, можно сказать, что вот эти вехи, ну, конечно, из отцов это отец Анкристианкин, это отец Федор Иванов, это отец Василий Ермаков, это отец Адриан, отец Пантелеймон. Ну, почему я их так называю много? Вы знаете, как в Патерике есть такая фраза, будь пчелой. Если не сможешь стать пчелой, будешь осой. Мне больше нравится быть пчелой, которая прилетает, и она везде видит цветы, и она берет лучшее. А оса, она все время находит или мясо, или еще того, или навоз, и все время ее тянет на иное. Вы знаете, даже укус пчелы – это жертва. То есть она может укусить, но это жертва, она помрет. А оса, она отстреливается, она отбивается. Поэтому, наверное, быть все-таки пчелой лучше. Владыка, простите, я, позвольте, вас прерву. У нас звонок на линии, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Михаил, здравствуйте. Игорь из Москвы. У меня такой вопрос. Уместно ли спрашивать монаха о том, как он пришел в монастырь? Почему о его представлениях о монахестве или такие вопросы монахам неприлично задавать? Спасибо большое. Ну, вы уже задали этот вопрос. Поэтому я с радостью отвечу. Вы знаете, вы правильно уже, как бы в самом вопросе, вас по большому счету, значит, вы не один год живете, у вас есть уже житейский опыт, и фактически уже заложили ответ. Приход. В монастырь ни в коем случае не убегают, а приходят. Но не в монастырь, а монашество, оно каждый день воспринимается. Это путь жизненный. Очень часто говорят, что в монастырь должен прийти состоявшийся человек. Состоявшийся когда? Состоявшийся как? То есть это неправильное восприятие вообще самого образа монашства. Монах формируется. Ведь, понимаете, это его есть путь искания, путь встречи. Но ведь что такое монашество? И вот каждый начинает для себя объяснять по-разному. Вы знаете, ведь монашство имеет несколько образов жизни. Но в первой очереди, что такое монах? Монос один. Так что же такое монашество? Вы знаете, вот мне на сердце легло такое понимание, которое очень великолепно созвучно всем святым отцам. Когда человек принимает свою личность, что он один, что он неповторим, что спасение только личное, оно совершается частным образом. Но ведь человек должен восприять этот образ. И вот у монаха это другой образ жизни. И он себя, свое одиночество, растворяет в одном, в Боге. И через творение, через растворение себя в Боге, он воспринимает Бога. Бог воспринимает его. Он соединяется, он отражается и так далее, и так далее. Вы все это знаете, можете прочитать, услышать. И вот тогда он воспринимает то самое свое служение, которому его призвал Бог. Приход. Возможно задать, вот как вы спросите у меня, как пришел? Я отвечу очень просто. Ногами. Я встал утром, помолился, собрал вещи и поехал в монастырь. Это вот действие. Но ведь было как-то и предваряемое этому действие. Можно было бы рассказать, как в детстве было мое крещение. Может быть, оно повлияло. Меня крестили ночью в пределе Рождества Яна Претечи, в Троицком соборе, села Печаево. Крестили ночью. Это 69-й год. Почему крестили ночью? Потому что мои родители-то бывшие ссыльные, все очень непросто, крестить было не очень просто и так далее. Ну, можно было бы зациклиться на этом внимании. Можно было бы сказать, да, владыка, обратите внимание, как прозорливо, как промыслительно вас крестили в пределе Рождества Яна Претечи. А ведь первый храм, в котором вы участвовали в богослужении, когда вы совершили паломничество свое на святую землю, мало того, что это было освящение храма Рождества Яна Претечи, но это была первая моя служба. Да нет, можно было бы так посмотреть. Господь ничего просто так не делает. Наверное, он еще раз, очередной раз напомнил мне, кто меня крестил и что тогда было сказано. Да, во время крещения было сказано о том, что я буду монахом. В результате я боролся против этого, потому что у меня характер такой упрямый, я боролся против этого, я противился, начиная с 91-го года. Хотя видел явное призвание меня к этому, и Господь стучал с мое сердце, но вот в мой характер он не давал возможность ответить на этот стук. Сказал, нет, я хочу то-то, я хочу устроить свою карьеру, я хочу жениться, я хочу доказать всем и вся, в первую очередь себе, что вот у меня есть другое. Но потом встреча с самим собой, вот эта встреча с самим собой, она дала мне ответ, что, прости, но что-то у тебя не так. Наверное, что-то ты идешь против себя, ты идешь против своего естества, но вот у тебя есть, ты закончил образование, у тебя есть карьера, у тебя есть все, что вот хотят люди в этом мире, а тебе как-то скучно, неинтересно, так почему же? И вот стук, наверное, отца Иоанна Крестьянкина в сердце, с кем-то он вместе стучал, и слова Владыки Иоанна. И тогда третье соединение произошло, беседа с отцом Панкратием тогда. Вот я приехал на подворье в Ламское, ведь тогда архимандрит Панкратий проговорил со мной шесть часов, и вы знаете, и сердце мое растаяло, можно сказать так, оно шелохнулось, и оно открылось, и я понял, что вот только здесь, я никуда не хочу, вот только здесь я хочу быть. Не имеет значения, это питерское подворье будет в Лам, вот куда вот он меня отправит, потому что я вдруг увидел то, что мне не хватало. Да, хотя я был очень богатый человек, и встречи со старцами и так далее, но он услышал меня. Я вдруг увидел в нем тот отзыв, которого мне вот сейчас, вот в данное время, в данном пространстве, времени не хватало. Я услышал это, я захотел, я ответил на призыв своего сердца, и я решил, что да, все, я хочу быть здесь. Вот так произошел мой приход в монастырь. Я ответил вам? Я думаю, да, я думаю, в полной мере, владыка. Но вот если мы немножко снова к теме попытаемся вернуться, древнее монашество, у нас все-таки у всех выцерковляющихся людей обычно большую роль или большую часть такого духовного знания занимает древняя аскетика. Многие... Прислования о древних отцах, как они жили, как они подвязались, какие чудеса происходили. Да, да, да. Это, знаете, наверное, все правильно. У меня в самом начале у самого было такое увлечение, и я вот именно как святые отцы, спать в одежде, подвязаться очень строго, очень, чтобы четко было, вставать в 4 часа, в 12 часов, значит, совершать определенный чин, бить земные поклоны и так далее. Все замечательно. Это становление, этот путь мы все проходим. Это не значит, что в настоящее время... Это и есть. Я сам это проходил. Но каждый проходит своим путем, своим опытом. Знаете, спал в одежде, было такое. Не снимал обувь и постился неразумно так, что казался военцинской академии с полностью убитым желудком, как сказал тогда профессор Сергей Алексеевич Иноземцев, ныне покойный. Он сказал, как же можно так ненавидеть свое тело? Это ж ослик, который Господь вам даровал. И вот на этом ослике ваша душа должна путешествовать в мир. И у меня вдруг вспомнились слова одного святого отца, учителя церкви, великого святителя и другого. Один говорил о посмертной участи души, а другой говорил о воскресении тела. И вот мы все в монашестве знаем и говорим о посмертной участи души, о воскресении тела. Что ж так ненавидеть ослика? Ослика не надо закармливать. То есть все должно быть разумно. Древнее монашество. Но ведь каждому человеку оно до сих пор сегодня и возможно. Что такое древнее? То есть получается так, вот это когда-то было, сегодня невозможно. Абсурд. Это тогда отсутствие авторитета в нашей жизни. Для меня авторитеты есть, были и будут. Это, знаете, как про старчество. Говорят, все, сейчас нет старцев. Как это? Я думаю, что вот жизнеустроение этого человека не так. Он психически поврежден. Что значит? Значит, у него нет авторитетов. У него нет учителей. Мы должны задать себе вопрос, что такое старец для каждого? И тогда пойдет ответ. И вот древнее монашство, оно возможно, но не в... Оно в настоящее время. Ведь что-то... Попробуйте древнего монаха взять сегодня. Он не сможет ни дня прожить. То же самое, как вот взять и сегодняшнего человека поместить в те обстоятельства. Это, знаете, как во многих монастырях сегодня, которые организуются или организованы, жизнь налаживается. Давайте отключим свет, электричество, откажемся от телефонов и так далее. Да, замечательно. Замечательно. Но мне вспоминаются слова патриарха Тихона. Вот мы буквально вчера празднули его избрание. Вот сейчас почему-то вспомню все слова. Его воцерковление электричества. Он ведь сказал фразу, когда ему один архиерей написал «Благословляю, но не воцерковляю». А ведь у нас электричество воцерковилось. Вы посмотрите игры во время Шестапсалми, во время Палиэлея, во время Великого Словословия. Вот здесь прибавим света, здесь убавим, здесь добавим яркость, здесь, чтобы луч падал. Простите, уже электричество воцерковили. Не свет, а электричество. Так это не важно. Это ведь, знаете, такое скорбное отражение света в нашей реальной жизни. Я почему сказал скорбное? Потому что, ну, оно нереально. Оно же ведь о солнце вспомните. Но ведь вот мы о совсем другом должны говорить. Мы должны говорить о свете, который вот и смотрю в вас. Я вижу отражение Духа Святого в вас. Вас, как священника, он отражается в ваших глазах. Что я вижу? Я вижу отблеска неба в ваших глазах. Я вот об этом свете хочу говорить. Вот я этот свет хочу слышать, видеть, а не вот этот электрический, к которому мы видим и обращаем древнее монашество. Возможно и необходимо образ жизни. Но не в буквальном смысле нельзя переносить. То есть мы тогда придем в монастырь и увидим музей. И вот мы видим за определенным, знаете, таким стеклом, мы можем сказать, за призмой восприятие современного образа жизни уйти в философию, в религиоведение и так далее. Нет. Человек всегда реален. То есть мы должны говорить на том языке, вот, человек, которого я вижу. Вот почему я перед этим выяснял? Каково я сообразование, кто вы и так далее? Чтобы знать, на каком языке с вами говорить, какую терминологию использовать. Ведь очень сложно говорить в прямом эфире с людьми, которых ты не видишь, где они, кто они. Ты не знаешь, какое образование. И ты говоришь, обращаешься к невидимому кому? Участнику диалога. Не должен быть монолог, должен быть диалог. И ты умозрительно видишь свет его души. Мириады свет души людей, которые сейчас вот смотрят эту программу. Ну, может быть, сотни, может быть, десятки сотни, может, несколько тысяч. А потом записи посмотрят совсем по-другому. И вот важно, чтобы они встретились. И вот древнее монашество это здесь и сейчас. Мы можем говорить о совершении богослужения. Но ведь развивается знание. Человек открывает для себя Бога. Развитие богословия идет. Ведь мы совсем иначе открываем то же самое Евхаристию сейчас. Мы открываем совсем по-другому служение миру. Мы открываем служение монаха. Мы говорим сейчас о умном делании. И одни говорят, что это возможно, другие, что невозможно. Дорогие мои, посмотрите, мы живем в удивительнейшее время. Когда вот я наблюдаю рассвет духовности, мне скажут нет. Вы же увидите глобализацию и так далее. Ребят, вы чего меня пугаете? Да мне ничего не страшно. Я боюсь потерять Бога. А все то, что было, это было, это есть и будет. Ничего нового я не вижу, не слышу. Только по-другому воспринимаю. Ведь сегодня я должен понять, как мне быть полезным обществу. Абсурд. Тогда я не за тем пришел, не то делаю. Ведь единственная польза для меня, как я отношусь к этому миру, как отношусь к людям, вот об этом. Современное монашество, то же самое монашество, которое было в древности. Это обретение Бога в себе, поиск Бога, приход к Богу, встреча с Богом, соединение. Что такое монашество? Это царство Божие на земле. Мы все с вами можем сказать, да? Да, в действительности. Вы знаете, я хочу быть патриотом неба на земле. Вот об этом я готов бы был говорить. Я готов говорить о том, каким я хотел бы видеть себя или каким хотел бы видеть своего брата, собрата. Но это мое отношение. Это мое испорченное видение или наоборот призма моего мировосприятия, перенесенное на другого человека, на монаха, на мирянина. Не имеет значения. Вы знаете, очень часто мы говорим по образу жизни. Правильно. Ведь чем отличается монах от мирянина? Только одним образом жизни. Аскеза, аскетика одинаково необходима как для мирянина, так и для монаха. Только отношение к аскезе совсем иное. Умозрительное. Да, совсем иное. Богопознание. Чуть иной градус восприятия. Но он одинаково открыт. Что для мирянина, что для монаха. Он одинаково необходим этот путь. А как иначе? Мы только должны с вами прийти к спасению. А у меня просто другой образ жизни. Вот и все. Чем я отличаюсь от всех людей? Вот и все. Древность это не значит ветхость. Это значит восприятие древности в современном времени. Ведь древние монахи они ведь тоже основывали свою жизнь на чем-то. Они смотрели на пророков. Они смотрели на праотцов. Они смотрели на Мафасаила. Они смотрели на Адама. Они смотрели на Ноя. Они смотрели на Моисея. Для них это прообраз был. Удалился в пустыню. Ушел. Оставил мир. На пророков ушел. Закрылся. А Моисей. А Илья закрыл. Вы знаете, я могу ветхозаветное монашество сейчас прославлять. Ну, некоторые скажут. Ну, конечно, Владыка, вы заведующий кафедрой священного писания. Поэтому вы хотите говорить. Вы жили на святой земле. Поэтому вы будете говорить о Ветхом Завете. Да нет. Ведь древние монахи, они тоже брали прообраз. Пророк Иоанн. Он уходит в пустыню. Не потому, что он первый такой. Господь следует в пустыне. Не поэтому же. Не поэтому. Ведь у нас примеров. И для древних монахов было масса примеров. И сейчас у нас масса примеров. Но мы живем здесь и сейчас. Спасение соделывается здесь и сейчас. Владыка, позвольте, мы звонок примем. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений Белгород. У меня вопрос такой. Вообще сейчас нужно ли нам монашество? Потому что в Иоанн или Христос, когда апостол говорил, он сказал, идите и проповедуйте всем народом. Он не сказал никому, идите, уединяйтесь и молитесь там сами по себе. Как это не сказал? Простите. Ну что вы, что вы. Нет, простите. Нельзя, ни в коем случае нельзя выдирать фразу из контекста. Я тоже хотел привести пример, что одни могут быть кастрированы так, другие от природы. Нет, нет, нет. Слушайте, подождите, как ваше имя еще раз? Евгений. Евгений. Вы задали вопрос? вы же перебили меня. Подождите, вы вопрос задаете или хотите просто говорить? Я хочу спросить. Спрашивайте. Ну вот я же говорю, вопрос нам подвести. Раньше я понимаю бы наших этих, на верующих было гонение, тогда это было понятно. Можно, нужно было как-то предпринимать. Было монашество. Сейчас ничего нет, абсолютно. Делай, что хочешь. Все открыто, никто никого не гонит. Наоборот, сейчас неверующие... Вопрос задайте. Вы вопрос или не задаете? В защите прав верующих. Нужно ли монашество? Все я понял. Все понял. Хорошо, спасибо. Я позвольте немножко, Владыка, даже, наверное, поясню. Я понял. Я это постоянно слышу. Вопрос, мне кажется, ключевое непонимание Евгения в том, что такое вообще монашество. Вот о чем мы говорим. Что такое монашество? Начнем с того. Вот вы очень замечательно сказали, ну, Господь родословие, мы с вами слышим повествование. Адам, и пошло, 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 пошло. Вы знаете, очень меня все время удивляет, когда люди говорят о монашестве, нужно ли, ну, не нужно и так далее. Мне хочется сказать, слушайте, а вы Священное Писание читали? Вот смотрите, ведь удивительно, когда мы с вами читаем Священное Писание, я всегда отсылаю себя, в первую очередь, сотворение человека. Господь что, сразу сотворил? Вот там тысячи людей? Нет. Он сотворил одного человека. Он сотворил в человеке все человечество, сотворил одного Адама. Почему одного? Почему? Сначала мы слышим монос. Почему мы видим, фактически, уже проповедь монотеизма? Почему одного-то? Он сразу сотворил, ты всех остальных по-другому творил, а человек одного. Господь сотворил человеку, как вершины всего творения. Он взял вот и венчал все творения человеком. Но одним, венец-то один, не тысячи, не десять, а один. Мы можем говорить про пророков? Можем? Можем. И мы почему-то, вот я как раз и говорил об этом, почему? Мы все время видим образ служения, которое мы называем монашество, служение миру, служение Бога. Но в первую очередь, ведь любой мирянин, он чуточку монах. Живет он с женой или не живет он с женой? Вдовец ли он? Еще имеет значение кто? Не имеет значения. Ну, а Господь по образу своей жизни кто был? Ну, вот Иисус Христос. Ну, скажите мне. Монах? Монах. А апостолы многие кто были? Вот прямые слова Священного Писания. А пророки кто были? Большинство, получается, из ваших слов были монахи. Да нет. Они были каждой тем, кем они были. Они несли свое служение. Мы о монашестве говорим в современном мире и всегда берем пример, приводим христианское. Ну, ведь монашества много. Ведь мы знаем с вами и буддийское, да? Мы знаем монашество и в исламе. Слава Богу, он святой земли служил. И есть община, которая фактически она устроена по образу монашеской жизни. Созерцатели. Ну, я не буду говорить, потому что если была бы исламская аудитория, я бы говорил об этом. Если была бы буддийская аудитория, я бы говорил об этом. А у нас христианская все-таки аудитория, правильно? Поэтому мы будем говорить о монашестве в другом ракурсе. Монашество. Оно изначально. Но потом человек, ведь мы же не знаем, ведь Господь сказал, сотворил Адама одного и сказал, пройдитесь и размножайтесь. И дальше, говорит, сотворил мужчину и женщину. Но ведь сначала это он сотворил одного Адама, потом творит другого Адама. Почитайте прямые слова Священного Писания. А потом действие совершается. Духовного соединяет с плотским. Третье. Как интересно. Но все время один и трижды один. Или, знаете, мы понимаем трипостасного Бога как? Три ипостасные. Это три. Но каждая отдельная. Но и единая. Ребят, простите меня. Как бы, вы знаете, я не могу, ведь все Священное Писание, вся история человечества это, ну как сказать, это гимн, это ода монашества. Я воспринимаю так. Господи помилуй, да хотя бы вот сегодня мы празднуем день рождения одного из известнейших философов Гегеля. Посмотрите. Разве он своей философии духа, который он... Это он не говорит ни о созерцании? Он разве не говорит прикровенно о монашестве? Это наше отношение. Если я принимаю образ другой жизни, да, то я понимаю. Но ведь мы не знаем, вы правильно сказали, мы не знаем монашество. Современный мир, и вот мы говорим, вот, геополитические там развития системы, там, то-то, глобализм. Да нет. Всегда это было. Что, понимало монашество в четвертом веке? Понимали люди? Нет. В шестом веке? Нет. В седьмом веке? Большинство не понимало. Но воззрение на монашество было всегда такое, как написано в Священном Писании. Как относились к пророкам? И вот мы тогда подошли к вашему вопросу, в вопросе, правильно вы сказали, батюшка, что, а что такое монашество? Что такое монах? Он ведь одновременно и пророк, он одновременно и апостол, и он одновременно мученик. Ведь он одновременно себя должен и плотскую, и душевной, и духовной. Это как три образа, три пути спасения. Плотской, душевной и духовной. Но это два образа жизни. Путь радости и путь покаяния. Путь слез, путь благодарения. Мы можем долго говорить, но ведь посмотрите, сколько типов монашества много. И общежительное, и купножительное, и цкицкое, и отшельническое. А мы можем тогда и современное монашество говорить, и мы можем, получается, да и нет. Мы все время пытаемся загнать монашество в определенной рамке. Неправильно. Монашество – это монос. Это один. Это неповторимый. То есть, сколько монахов, столько и монашеского образа жизни. Столько и путей. Да, путь спасения один. Цель одна. Спасение. Мы можем говорить с вами о обожении. Мы можем говорить с вами о сосуде духа святаго. Мы можем взять любую из теорий спасения и взять ее разрабатывать. Мы можем взять понимание, значит, фаворского света Григория Паламы и говорить об этом. Мы можем говорить о умном делании. Но это мы уйдем. А вот цельность одна. Это встреча. Это путь спасения. Это растворение себя в Боге. То есть, вот, наша задача – это как бы вот обрисовать и обобщить. А если мы будем уходить в частности, ну, простите, это нам не хватит и часа, и два, и три. Всей жизни не хватит. Владыка, но мы ведь не можем… Не ответил я или ответил? В какой-то мере, я думаю, в какой-то мере, и я, наверное, продолжу этот вопрос. Мы ведь не можем говорить в отрыве от традиции с большой буквы. Традиции с большой буквы. Ни в коем случае. И вот, Владыка… Но традиция, она не должна отрываться от современности. Владыка, но тем не менее, вот такой термин, который вам, наверное, близок будет – почва. Почва. Вот почва, в которую человек попадает. Ведь одно дело – это почва Палестины, другое дело – почва Северного монастыря. Вы сейчас меня сами отослали к Евангелию. Вот лучше говорить, соотносясь четко со словами Священного Писания. Наверное, я некоторых сейчас удивлю тем толкованием, которое я скажу. «И вышел сеятель, и посеял он по пути, по дороге, посеял он и в камни, посеял он и в тернии, и посеял он в благодатную почву». И мы все знаем толкование, что вот при дороге – это то, вот при камнях – это то, вот то. А вот самое лучшее – это, чтобы посеяно-то было на обработанную почву. Да нет. Господь-то вначале говорит, идите и делайте. Божья Матерь, когда в Кане Галилейской, пойдите и исполните, пойдите и совершите, пойдите и сеете, пойдите и исполните, сейте. Посмотрите, святоотеческое учение нам открывает, сеять всегда, везде. Семя, оно принесет свои плоды. Вот посмотрите, птицы небесные, но ведь семя-то им тоже нужно, и они ведь в курсе это семя. Орнитологи скажут другое, ведь это семя умирает, это семя будет посеяно там, куда сеятель мог не донести. И птица отнесет и посеет в другом месте, удобрив. И семя даст в неведанном, в неожиданном месте свой всход, свои всходы, и принесет плод многим. Почему мы про это забываем? Ведь Священное Писание – это прямой текст, но каждый воспринимает в меру своего менталитета образование. Нужно это семя? Нужно. Знаете, как вот есть такое понятие, как, я бы сказал, психиатрия, и это есть понятие поездная исповедь. Вот такой термин есть. Когда люди готовы открыться, поговорить с тем и открыться, с кем они надеются, никогда не встретятся. Вот в поезде, это знаете, это всегда я сажусь, я понимаю, все, вот я вот еду от точки А до точки С, спать я фактически не буду. Чаще всего со мной говорят, и понимают, что человек открывается в надежде, что он больше никогда не встретится, но ему нужно открыться. Да, эта семья посеяна на дороге, при дороге, да, но оно даст всход. Не обязательно ему, не обязательно в нем, через его детей, но он встретился, он увидел, он узрил в камне. Прихожу читать лекцию в университет. Заявленная лекция, кризисное управление и так далее. Ну, это по одному из моих образований. Прихожу в облачении. У аспирантов взор совсем иной, как это, священник читает нам лекцию, они в замешательстве, камни, камни. Но камни реагируют, что-то их тронуло, какая-то, вот совсем другое состояние. Хорошо, что такое почва? Это разрушенные камни, перегнившие тернии, но для того, чтобы надо дорогу проложить, хорошо, мы с вами вспахиваем почву, мы камни куда кладем? На обочину. То есть мы на край кладем, там начнут расти тернии, но камни эти нужны и для того, чтобы уложить дорогу. То есть все нужно. Ведь посмотрите, притчи-то, Господь говорит, а им буду говорить притчами. Так слушайте притчи-то, откройте свой ум. Господи помилуй, но у вас же есть образование, у вас есть какие-то знания. Пользуйтесь инструментом, мыслью. Пользуйтесь инструментом сознания, воспринимайте, читайте. Ведь все написано, все открыто, все в доступе, доступно. И поэтому, видите, необходимо сеять, необходимо делать. И семя падает. И вот сеятель, опять же, вот мы немножко, как говорится, увлеклись, потому что тема-то большая. И вот монах, он своим образом жизни, не обязательно, чтобы он кому-то говорил. Вот он присутствует, одежда. Вы знаете, что мне думать? Удобно ходить по городу, ездить в метро, очень неудобно. Потому что и пачкается одежда, да? Да нет. Взор у людей, да. А я вспоминаю Антония Великого. И ты вышел на площадь, но не потеряй свою пустыню. Горе тому монаху, который пришел в город и потерял пустыню. Но дальше-то говорится, но дважды горе тому, который вернулся в пустыню и притащил с собой город. Я утрирую, прощаю, говорю очень доступными словами из речения Антония Великого. То есть, понимаете, человек всегда должен быть самим собой. Он не должен оставлять пустыню своего сердца. Но это не только монахам-то. Ведь человек, он неповторимое творение. Он по своей сути уже монах. Но монах, который призван к такому служению. Да, мы можем говорить по апостолу Павла. Но апостол Павел сказал, каждый будь благодарен тому служению, в котором Господь тебя призвал. Вот вырван был слово из контекста. Говорится обрезание, о скоплении. Это потом, совсем, это вынужденность. Что Господь ждет от нас, вот монахов? Решительности. Вы сказали про почву. Как у меня, как агронома, да? Я могу говорить, как агронома, могу говорить, как ландшафтник, могу говорить и так далее. Это все нюансы. У нас один звонок последний остался. Давайте мы примем его. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните. Здравствуйте. Владимир Воронеж. Владыка, благословите. Бог вас благословит. Вопрос такой. Вопрос такой. Как правильно, ну, читать Иисусу молитву постоянно, как апостол Павел говорит, среди мира. Ну, всем людям, и милиционерам, и дворникам, всем. И как относиться к этим? Вот много пишут о приемах. Молитва должна быть. Там даже вот пишут желудочек, сердце, там молитва внизу, вверху, там, то есть все вот эти вот приемы. Как правильно к этому вопросу? Вы знаете, я вам отвечу словами, которые очень легли мне на сердце. я спросил у одного старца, потому что вот в монастыре, на Валааме очень там несколько техник, это вот в первые годы становление, каждый увлекался чем? Кто-то по Игнатию Бричанинова, кто-то там еще почему-то и так далее, и так далее. Вот, и все это мне казалось каким-то вот немножко странным. Я говорю, вот свой опыт. И меня что-то это вот, вот знаете, может быть, из-за того, что вот мой ум, он немножко другой чуть-чуть, потому что светское образование, оно, может быть, дает вот, ну, испорченное, наверное, вот, мировоззрение, не знаю. Вот, мне что-то это напрягало. Я спросил у одного старца, говорю, батюшка, он говорит, слушай, ну, это ты как сам думаешь? Я говорю, батюшка, ну, мало что я могу думать. Я дальше. Ну, вот как? Он говорит, слушай, очень просто. Все должно быть естественно. Но ты же, когда дышишь, у тебя же дыхание-то естественно, ты говоришь и дышишь, у тебя вдох, выдох, вдох, выдох, естественно, всем образом. А говорит, батюшка, ну, а вот как же, вот там сказано, вот там замри, там, там тот, отправь сердце. Он говорит, ну, и что будет? Газоотделение. Я так очень удивился, ну, как же так? То есть, ну, как он так мог сказать? Это, ну, как бы вульгарно. А потом какое-то прошло время, я вдруг понял, ведь он говорил, он возвращал меня на землю. Все должно быть естественно. Тучный человек одно, худой человек другое, спортсмен третье, пловец, ныряльщик и так далее. То есть, все должно быть естественно. Это в первую очередь. Потом, да, можно там, ведь можно увлечься, себе напридумывать, нафантазировать то, что не есть. Вы знаете, вот как святые отцы, когда они приходили в степень совершенства, они творили Господнюю молитву. Но только одно, первое слово, Отче. Мы говорим, Отче, наше же, и так далее. Мы все знаем эту молитву. Но только одно, Отче, они могли весь день, произносить. Это когда ты растворяешься в Боге. Да, есть методы самые разные. Там кто-то полторы тысячи молитв пока не вычитает, кто-то там три тысячи. Следующий мой приезд, батюшка, а сколько мне читать молитв? Он мне сначала сказал, потом прошел какое-то время, приезжаю, он говорит, все, не считай, полторы тысячи, сто, просто молись. Просто молись, не считая. Ум должен вести себя по-другому. Но ум себя по-другому ведет тогда, когда ты относишься к миру по-другому. А это опыт. То есть это опыт покаяния. Жизни в церкви, жизни в таинствах, жизнь, исповедь, участие в причастии, соборни, в таинствах нам надо участвовать. А таинства нас воспитывают, они нас делают другими. Благодать приживается в нас. Можно сказать, уневещивается и так далее. Много всяких объяснений, но она вживается в нас, приживается. Благодать мы постепенно стяжаем больше и больше и больше. И мы больше можем открыть для себя Бога, больше можем познать. И молитва по-другому. Кому-то Иисусова молитва полезна. Некоторым я советую в каком-то состоянии мытреву молитву, потому что его состояние такое, что Иисусова молитва будет сжечь. Она будет ему приносить вред. Тогда молитва мытаря. Покаяние, смирение. И он, когда какое-то время пройдет, он стяжал себе это хотя бы смирение, хоть немножко смирился, принял себя таким, вот каков я есть. А это мы можем начать из древних философов. Это начало покаяния, начало изменений. Принять себя таким, каков есть, мир таким, каков есть. Я несовершенен. Бог совершенен. Бог может меня совершить, изменить. Вот как раз это тоже призвание монашества. Ведь что такое монашество? Это когда Бог образует в человеке нового человека. И вот тогда мы можем говорить образование. О каком образовании? И тогда мы можем говорить о преображении, когда человек преображается, изменяется. А кто его преображает, кто изменяет? Бог. Мы можем это назвать, какими-то постасами описать, по одной из философских учений, систем и так далее, так далее, мировоззренческих. Нет. Что образует? Кто образует? Как человек образуется? Как он преобразуется? Как он изменяется? Ответ на поверхности. Владыка, но искать ли себе место для спасения? Или же Господь сам управит? Господь сказал, взявшись за орала, назад не обращайся. Господь сказал, возьми свой крест и следуй за мной. Господь сказал, ащи, то-то соверши то-то. А потом он говорит, пойди и затворись в келье твоей. Вот это очень удивительная вся фраза. То есть уединение, единение тебя с Богом необходимо. Ведь вот это нужно, ведь это должно присутствовать в нашей жизни. В нашей жизни должен присутствовать Бог. Но это даже не долг. Это наше право. А мы все время говорим долг. Наше право, чтобы Бог присутствовал в моей жизни. Но я же не тот Адам. Я же знаю же опыт Адама, который должен пойти был благодарить Бога, а потом подумал, ну нет, заря же, на заре, что должны были делать все творения? Славить Бога. Они что-то на заре пошли в Эдем, вот пошли в этот сад. Зачем-то там Адам пошел, Ева пошла, смотрит там, ангел дня находится. Ева могла сказать, слышь, ты что тут делаешь-то? Как учитель смотрит, ученик бегает, да, или опаздывает. Он должен что, его остановить? Простите, пожалуйста, а почему вы не на уроке? Выяснить. Ведь Ева могла тоже сказать Денице, ангел, а ты что в саду? Ты же должен словословить Бога. Адам вошел. Причина. Вот и следствие. Причина грехопадения не в том, что Адам взял плод и познал добро и зло, там и так далее, как протестанты толкуют. Нет, не в этом. Причина-то в другом. Отсутствие благодарности, да, да, причина, причина. Мы можем сказать, возгордился, хотел там то-то, будете якобоги. Это все понятно, это об этом все говорили. Первое, что он сделал, о чем туда пошел? Вот у меня вопрос. Как обычного человека. Вот я читаю Священное Писание, я должен задать себе вопрос, чем туда пошел? Зачем пошел? Чем там делает? Он где должен был быть? Служение, призвание. И вот каждый человек знает внутри-то совесть того, что так. А что такое совесть, мы спросим, да? Интересно, да? Глаз Духа Святаго, чего это такое? Что такое совесть-то? А что такое вообще душа? А что такое совесть? Рассудительная часть души. И вот мы тогда уже, когда мы рассуждаем, думаем, мы приходим совсем к другому. Мы понимаем, что человек, кто-то непростой по составу. И его жизнь совсем непроста. Вот восприятие Бога, это очень важно. Приятие Бога. Ведь мы очень часто говорим о призвании. Да. Но мы очень часто говорим о людях, которые пришли в храм. Но вы представьте себе о людях, которые пришли в храм и не нашли Бога. И не встретились с Богом. А как им жить? Или они пришли, вот они живут из года в год, они десятилетиями живут, они исполняют все, что требуется, хотя им нельзя это, у них здоровья нету, возможности нету, они полностью постятся, они ходят, вычитывают. И понимаете, а радости нет. И толку что? И тогда я вспоминаю одного отца, который говорил, да толку что в твоей жизни? Ты нос вытащил, хвост завяз. Хвост вытащил, нос завязнет. Можно так жить. А я вспоминаю слова другого отца, родной. Если ты и падаешь, то падаешь на ступень выше, на следующей ступень. Если не можешь идти, ты ползи, ползи, но по ступеням вверх. Вот сколько у тебя сил есть, настолько двигайся. Господь больше не дает. Так может ты ползешь потому, что ты бросил крест? А ты возьми крест-то, обопрись на него, иди с ним. То есть, когда человек отказывается от своего призвания, может быть, это поэтому происходит? Или может быть, он отказывается от своего Бога? То есть, насколько Бог отражается в нем, может быть, поэтому что-то не то. Простите меня. Простите меня. Спасибо огромное. Эфир заканчивает. Благословите нас. За нашу с вами встречу и за возможность поделиться любовью к монашеству. Спасибо, Христос. Владыка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был епископ Галичский и Макаревский Алексий, ведущий священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»